Здравствуйте, у нас сегодня несколько вопросов, но на два из них про Нобеля и про Армению статут уже ответили в ходе общения с коллегами, поэтому перейду к оставшимся тут. Что предпринимает российская сторона, чтобы снять возникшую напряженность вокруг Наборного Карабаха, включая монетарные вопросы? Российская сторона по линии Министерства иностранных дел, Министерства обороны и других профильных ведомств находятся в постоянном контакте со всеми заинтересованными партнерами и предпринимают шаги в целях урегулирования гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. В частности, спецпредставитель министра по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Анатольевич Хаваев предметно затрагивал эту тему в ходе визита в Ереван на прошлой неделе. В эти дни он находится в Баку, где запланирована его соответствующая консультация с азербайджанскими партнерами. Мы действуем в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана, Армении, заключенных в период 2020-2022 года. Мы выступаем за беспрепятственный допуск гуманитарной помощи в регион, как через Лачинский, так и через Агдамский маршрут, и призываем при этом избегать ненужной политизации данного вопроса. Не можем не отметить тот факт, что Евросоюз в данном случае, ну так правда бывало и раньше, безостенчиво заимствует инициатива российской страны. При этом результаты действий Европейского Союза в целом, они не ведут к нормализации обстановки. Ну и как я уже сказала, конечно, создаваемая или появляющаяся периодически риторика, политическая, с какими-то попытками обвинить Россию, вот в частности со стороны Еревана, это все, конечно, просто неприемлемо, потому что бьет в первую очередь по людям, которым сейчас нужна помощь. И на самом деле возникает вопрос, подобные политические заявления, которые позволяют себе, еще раз говорю, ряд деятелей, в общем-то, очень высокого уровня в Ереване. Вот эта вся риторика, она нужна для чего? Для того, чтобы снять с себя ответственность? Или не хочется об этом думать, но многие эксперты предполагают, что просто затруднить решение вопроса. Мне кажется, сейчас нужно сделать все необходимое для того, чтобы ситуацию улучшить и минимизировать страдания людей. И еще раз хочу сказать, что подобные заявления, о которых периодически слышим, особенно за последние дни, их было немало со стороны Еревана, портят и не идут, я имею в виду, портят все дело и не идут на пользу главной задачи – помощи людям. Субтитры создавал DimaTorzok